всем привет добро пожаловать на мой канал снимаю сегодня видео такой хобби влог как всегда начало месяца уже по традиции я всегда начинаю месяц с цветовых раскрасочек по номерам ну сначала я беру как правило всегда колортроник цветовые квесты кошки потом уже идут дисней в данном случае теперь еще и creative heaven будет плюс по номерам у меня еще одна в общем начинаю месяц как правило таких раскрасок я уже каких-то даже раскрасила не на камеру так сейчас я быстро вам попробую найти найти быстро показать я тут уже начала без камеры так сегодня то уже слава богу не 1 мая уже начала в этом месяце в мае мы красим вот такой вот змеюку крашу фабер костыль брашами мне не очень нравится и я уже вот начала потом буду на коллатроник города и все по порядку красить я уже как я уже сказала начала немножко красить так беда с этими раскрасками что они огромные постоянно занимают кучу места ну и конечно же красить очень тяжело их неудобно всегда так по-моему я этим крашу да конкретно этим брашкам это эту циферку синюю вот мне сейчас немножко неудобно я покажу мы постоянно сыра здесь красим чтобы постоянно не дергать друг другу что красим что красим мы решили на несколько месяцев прям вперед расписать преимущественно некоторые в основном по порядку просто красить начали чтобы знаете не ждать друг друга не дергать каждый месяц украсим что красим будем не будем красить мы для себя решили что мы будем красить на постоянной основе и выбрали что когда раскрасим а остальные уже так по настроению по желанию скажем и это здорово на самом деле потому что во первых мы не дергаем друг друга во вторых стимул по крайней мере вот цветовые квесты теперь хороший стимул по раскрашивать появился и мы сидим красим заняты так скажем делом теперь всегда как я уже сказала крашу фаберами мне не очень нравятся эти броши мне ими удобно особенно если вот есть какие-то мелочевки тонкие линии еще что то но здесь преимущественно эти ромбики или как их тут называют мозаика это новым не знаю мне захотелось я начала красить эту змеюку конкретно фаберами уже знаете бываешь такой вот хочу я тут именно этим красить и все и ничем другим хотя нужно было бы использовать фломастеры какие-то маркеры другие более попроще которые там залежались ну вот захотелось броши и что в общем то неплохо поэтому крашу интересно получается змея мои до этого красили змею и теперь тут змея сначала пола артроники была теперь здесь в цветовом квесте любят тех змеюк я так посмотрю рисовать в этих по номерам в принципе это неплохо собственно говоря так получается почему нет почему не расскажите я вот для себя последнее время вывела такую вот формулу чтобы не путаться не схватить другой абсолютно другой фломастер я теперь когда вот как здесь видите большие такие цепочки получается из этих ромбиков я беру конкретный цвета определенную цифру и делаю такой контур во-первых проще так и шустрее мне кажется раскрашивается все это дело но вы не переживайте я тут потом поправлю что пропустила ли там проплешинки вот во первых как по мне так шустрее и во вторых не получится как у меня получилась лягушка что знаете начала красить не тем цветом как какой должен быть все зелеными теперь если я вместо коричневого взяла зеленый если сейчас еще начну зеленым красить вообще все будет сплошная зелень но исправить не могу потому что зеленый оказался на удивление хорошим цифры не просвечивают поэтому я не вижу теперь где конкретно зеленая где конкретно коричневая была цифра кому номер имеют этого цвета где каким-то красить можно конечно помучиться где-то как-то разглядеть сравнить с образцом что должно получиться может плюс-минус не знаю пока на данном этапе мне не хочется переделывать топтаться на одном месте с той лягушкой я ее обязательно доделаю к лишь мое сырой красим как бы не переживайте ну вот как будет настроение я сяду этим обязательно займусь скорее всего я может или улюда или если не раскрашена возьму сделаю фотографии да не раскрашенной иллюстрации и по ней уже буду плюс-минус равняться считать эти вот клеточки и закрашивать поверх может коричневым к это темным но хотя бы чтобы это был коричневый или еще что то посмотрим пока это не столь важно нет у меня настроение сидеть исправлять именно эту работу но эти бывает хочется какой-то целенаправленно исправить переделать исправить или еще что-то бывает когда не хочется просто не хочется ничего делать никому ничего доказывать и так далее особенно сейчас поэтому крашу следующую по плану да вот сейчас мои в мае мы запланировали раскрасить эту змейку соответственно я ее и крашу если у меня будет время желание то я раскрашу еще и переделаю эту лягушку так что не критично ответим как как-то вот шустрее вот так вот получается когда уже все обведено я думаю что так удобней но и теперь у меня меньше шансов ошибиться не тот фломастер схватить во первых он один такого цвета у меня этот браш во вторых допустим во вторых но я уже вижу да что я взял окантовка все здесь такая вот синяя а я допустим взяла зеленый то есть меньше шансов ошибиться с таким вот методом но это я сделала для себя кому-то может это и неудобно будет так что я как бы просто показываю что мне удобно ну может быть кому-то как вариант тоже понравится поэтому не обессудьте так камеру я поставила не совсем для этих целей не туда конечно мне неудобно и надеюсь вам хоть что-то видно хоть что-то заметно я вообще собственно говоря начала думала покажу потом еще начну сейчас много забот хлопот плюс прибавились проблемы очень серьезные семье и немножко голова подзабита не тем чем обычно и конечно села начала красить потом вспомнила что обычно я показываю что начинаем красить там или еще что-то а у меня уже вот видите наполовину раскрашена змеюка поздно вспомнила мой соответственно думаю надо показать ну это не страшно на самом деле я не вижу в этом большой проблема поэтому я думаю вы не расстроитесь так даже интереснее ну чтоб я показала пусть совсем пустую страничку до что вот крашу так по крайней мере вам хоть немного но видно что конкретно я крашу я буду красить полностью фаберами эту страничку имеется виду броши но если мне какого-то оттенка совсем не будет хватать то конечно же я может быть возьму еще не знаю фломастер и фарбер кастель или еще что то потому что пока мне нравится именно эти браши вот здесь вот так вот получается так где у нас с вами еще есть семерка вижу вот немножко ой да тут не немножко тут я бы сказала множко ну давайте хотя бы выделим где-то какие-то моменты выделим как я уже сказала так немножко немного удобнее красить мне ну и вот таким образом частично скажем так видите где у вас какая цифра к так что это залезло за края раскраска в стороне от меня поэтому конечно же не очень это удобно я надеюсь вам хоть что-то видно вот таким образом мы сейчас сделаем окантовочку тех цифра которые нам нужно будет закрасить а потом их по-быстрому закрасим что тоже очень здорово вот так что буду красить не буду занимать слишком много вашего времени приблизительно вы уже видите что получается и что будет конце в итоге так скажем когда раскрашен готовую работу уже чтобы вам было интересно покажу в раскрашенном как это бывает за месяц но сейчас вот просто чтобы вам было наглядно немножко видно то что мы красим показываю ну и захотелось поболтать знаете сейчас немножко игры проблемы и бывает хочется поболтать как-то выговориться наверное я бы сказала скорее не выговориться отвлечься от других проблем каких-то серьезных таким вот образом и так что-то у меня тут нравится получается ну конечно все неровности исправим тем не менее не нравится что-то сегодня не совсем ровно все это дело получается ну вот как-то так я смотрю здесь их еще вполне достаточно этих семерочка-то набралось я думала уже и все ввела ну нет оказывается нет так что будем красить и я думаю то что ж такое я думаю что будет некоторых вам броши уже даже когда я купила были такие более мягкие чем мне нравится вот именно степень жесткости вот этого кончика здесь вот он частично уже такой мягкие не так ровно получается как если бы он был более жесткие к сожалению но с другой стороны не критично не критично не все же как говорится коту масленица вот так вот это все у нас получается буду докрашивать потому что немножко неудобно так стороне сидеть с вами не прощаюсь встретимся за следующим квестом так девчонки продолжаю свой влог сегодня уже новый день к сожалению вчера пришлось прерваться видео и в раскрашивание в общем до колортроник крашу май 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 мы выбрали тигра вот такого вот не знаю мне какой-то неказистый получился но я с цветом здесь с оттенками чуть намудрила и у меня как получился не совсем наверное не совсем то что наверное должно было быть хотя в принципе не знаю не особо здесь вот я смотрю он здесь как бы серый может быть просто при дневном свете я может неправильно голубой вместо 7 в общем в любом случае они здесь он и тут не больно то рыжий и тут в общем да мне осталось закрасить фон я не знаю чем я буду все закрашивать и все честно говоря даже не хочу но скорее всего брашами черные у меня все по заканчивалось как ни странно взяла вот этот от берлинга фломастер кстати хорошо они здесь красят вот сейчас докрашу сяду фон и перейду я уже раскрасил цветовые колортроник и перейду кошкам буду красить уже кошек и у меня останется еще мы также красим но если что вот по фломастерам с сырой и с мариной красим мы единорожки морские единорожки тоже там я крашу маркерами фломастерами когда как и поэтому достану тоже сразу раскрашу чтоб уже был так скажем у меня все что относится таким вот раскрашиваем так сейчас я попробую достать мешают и карандаши и и браши в столе достанут эти браши скорее всего буду фон закрашивать брашем во-первых шустрее будет делаете во вторых надо бы использовать так у нас здесь 10 более темный ну возьму прям такой максимально темный из того что есть у меня здесь вот ваш я надеюсь он будет темным чтобы закрасить и уже закрашу давайте попробуем неплохо не скажу что прям не скажу что прям но темнее у меня просто нет мне кажется есть светлее нет темнее а мне бы хотелось все таки что-то такое знаете прям прям чтобы это был темный все таки но это будет да это будет не то больше розовый будет окей будем красить тогда первым вариантом можно конечно взять более синий но не знаю не буду уже экспериментировать просто можно раскрасить здесь я вот шарпом красила но мне кажется шарпом это будет все долго медленно мне уже хотелось бы закончить все таки с цветовым и раскрашивать уже что-то другое вот эти брашки я заказывала на али к сожалению как ни крути они тоже все равно дают и полосят и разводы смотря какой смотря что некоторые даже протекают на удивление в общем не в диком я от них восторге у меня некоторые они прям еще как будто знаете прям жесткие такие хорошие а некоторые как будто ему же сто лет в обед прям кисточка кисточка но мне вот как я уже говорила нравится более жесткие варианты здесь вот смотрю такой вариант пополам 50 на 50 кончик прям мягкий сам по себе вроде жестковатый совсем этот кончик у него сгибается уже мягкие непонятно как так как будто некоторыми уже не распользовались брашами страшно я решила раз не идет дело ими раскрашивать прям в полной мере то вот для таких моментов красить фон и большие какие-то еще что-то я думаю вполне они подходят не совсем конечно как хотелось бы ну куда деваться спиртовым маркером мне кажется будет еще хуже этот фон поэтому как есть так есть неудобно уже и так косяк будет конечно полоси час эти границы и так далее можно еще раз пройтись может меньше будет вот этого но я пройдусь один раз а потом посмотрим захочу не захочу красить красить еще раз уже по настроению знаете уже как-то долго я с ним ложусь с этим с цветовыми и уже как-то хочется чего-то другого по раскрашивать я все хорошо и так скажем так и мне конечно уже это чтобы прям надоело но все-таки а бросать на полпути неохота уже закончить хочется его зачем бросать на полпути тут осталось не так много поэтому я сейчас быстренько доделаю вот буду красить затем приступлю к кошкам там все гораздо проще с шустрее краситься чем в цветовых но здесь тоже в общем-то недолго краситься здесь тоже в общем-то быстро все раскрашивается это вот цветовые квесты конечно занимают много времени внимание времени и так далее мелочевка это вся а здесь действительно в удовольствие потому что смотрите что получается так и знала за раз такая почему не люблю такие вот огроменные фоны когда делают то что попробуй-ка его можно как девчонки гоши но мне ваш еще не совсем можно сказать не то что не совсем она мне вообще и пока что не дается в полном объеме как у девчонок чтобы аккуратно и пользоваться тогда мне от гуаши разводы и так одно другого не лучше во первых во вторых я вот все равно мне очень нравится как девочки красят гуашью акварелью я в восторге от некоторых работ прям у девчонок знаете так белой завистью хорошие по хорошему не то чтобы прям завидуют вот рада за девочек мне не нравится после акварели вот этот вот эффект когда бумага после того как и она мочить она вся как не знаю что мне это не нравится я поэтому как-то вот акварелью вот тем более такую площадь конечно даже мне кажется после гуаши тоже не особо хороший будет вот поэтому да здесь вот хорошо бы паска зашла но тоже опять же мне нет такого цвета во первых во вторых ну на такие объема конечно много очень много но ну в целом можно было бы раскрасить если был бы такой конкретный цвет не знаю в принципе не шедевр конечно и разводы и все будет сейчас но в целом я как-то спокойно к этому всему отношусь поэтому не критично не критично может быть потом на как я уже сказала вся да еще раз пройдусь быстро по второму в кругу может быть будет более красиво конечно это вот не шедевр получается но ничего не поделаешь что ж поделать не всем же шедеврить так что да буду докрашивать девчонки я свет пока лишний не включаю мне достаточно света но просто если начну еще дополнительный свет к видео включать но будет просто я начала замечать последнее время просто отсвечивает все это дело не очень красиво я так думаю что сейчас вполне видно что ж такое то никак не прорисую вот это вот штуковину у него прорисовать и нормально не супер красиво но да сейчас меня закидают камнями скажет ты чё наделала ты чё на этого ну правда уже вот там не знаю вот обожаю колортроник мне он прям хорошо зашел я рада что я его все-таки нашла несмотря ни на что очень рада вот эти вот бешеные площади для фонов фон и к фонами которые зовутся меня конечно убивают поэтому да я бы конечно вот новые колортроники смотрю там есть такие моменты что фон уже готовая страница ты расскажешь только внутри картинку наверное если здесь было так же было бы может как-то интереснее все-таки мне кажется ну или как случае со львом тогда уже либо тигра на всю страницу что там так чуть-чуть где-то если бы было потому что вот это вот попробуй то попробуй то чем-нибудь раскрась чтобы равномерно все было к сожалению не про меня это у меня все горит все ломается все течет в руках поэтому да так чтобы его не потеряла закраш а за клеем обратно этот стикер приклеив в общем вот так вот у меня прошли ну скажем сутки вчера поздновато уже вечером села красить цветовые это пока одно другое третье время то быстро бежит не замечая что то нам кажется в вроде ток сел думаю что еще там я только села еще времени вагоны малая тележка на самом деле время проходит вообще прям быстро его катастрофически не хватает этого времени мне уж точно не хватает 24 часа в сутках мне мало вот и когда уже поняла что время то уже ой 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 еще увлеклась его раскрасила слушайте уже в полной уверенности что я все показала вам вообще молодец конечно я прям прям молодец молодец ну ладно я думаю вы не разбититесь сильно сейчас голова немножко другим все таки забита в семье небольшие проблемы и точнее не очень большие очень нехорошие но я надеюсь что все таки все разрешится все будет хорошо к сожалению никто ничего не застрахован и мы не исключение поэтому поэтому приходится знаете как в том фильме я смотрела фильм самурай и там вот самурай учит солдата своим этим приемом мастерским и слишком много мыслей в голове поэтому ничего не получается так и у меня сейчас наверное вот прям за чтобы не взялась все очень мне тяжело дается все очень трудно дается как-то вот по-особенному я не знаю то некрасиво то нет и и поэтому конечно же я наверное тоже слишком много мыслей в голове и нужных и ненужных я бы знаете даже сказала не то чтобы ненужных иногда я понимаю что я раньше времени начинаю кипишовать переживать раньше времени начинаешь планировать что-то и так далее вот ну с другой стороны лучше иметь и не нуждаться чем нуждаться и не иметь поэтому уж лучше все перепланировать запланировать ну а если все будет хорошо и не придется эти планы выполнять да какие-то вот у меня может возможно скорее всего может случиться так что предстоит получится что придется ехать лететь к родным в Краснодар я уже все частично распланировала что возьму что не возьму одежда там одежда обувь я не знаю какие-то вещи личные вещи личной гигиены и так далее причем про запас какие-то пару раскрасок если вот в таком срочно придется ехать да то каких-то пару раскрасок кинуть в сумку там карандаши распланировала ну потому что если придется срочно ехать то это будет явно не до раскрашивания но тем не менее вот муж смеется еще не неизвестно может все обойдется и не придется никуда лететь а если придется лететь то тебе явно будет не до раскрашивания но вот во первых во вторых еще может правда все будет хорошо и не придется никуда лететь так срочно а ты уже тут чем чуть ли не чемодана собрала но я считаю что лучше так чем я вот что-то случится да сейчас все таки скажет приезжай срочно и буду я подпрыгивать лучше пусть лежит себе это все приготовленное оно мне не мешает тем более что я не то чтобы прям уже сумки сложила я просто для себя уже решила знаю записала решила что я возьму в одном случае что я возьму в другом случае поэтому я так думаю что ну нормально я думаю что все будет хорошо конечно надеюсь но тем не менее как я уже сказала уж лучше иметь и не нуждаться поэтому так же и в плане если там возьму и мне не понадобится там карандаши раскраски в том ну из расчета что некогда в любом случае это лучше чем если допустим у меня появится там желание и время все таки что-то раскрасить а у меня с собой ничего не будет у меня конечно есть у родителей там раскраски лежат пару раскрасок мне как ни странно вы не поверьте даже у родителей лежат раскраски мне дарила ира и вот парочку там лежит я бывает когда приезжаю крашу но тем не менее вот поэтому пишите как вы к этому относитесь когда вот вам предстоит что-то внезапно то есть вы планировали ну я не знаю вот допустим я понятное дело дело к лету мы с мужем планировали отпуск тут в семье случились проблемы достаточно серьезные с близкими людьми и возможно придется срочно поехать к родителям все бросить понятное дело что это уже не отпуск будет вот и естественно уже другие планы другие думы естественно я уже то я задумывалась над тем что пора бы уже потихоньку думать что я возьму в отпуск сколько чего какие раскраски какие карандаши сколько карандашей сколько фломастеров то сейчас уже другие планы другие мысли естественно но тем не менее все распланировала на каждый а если так то вот так а если так то вот так будет вот я считаю что все таки это правильно отчасти как я уже сказала лучше не нуждаться иметь и не нуждаться поэтому а как вы к этому относитесь просто у меня я знаю есть знакома она все таки по принципу по мере поступления то есть даже если сейчас позвоню срочно скажу тебе наверное придется ко мне через время через какое-то время там через неделю через день через я не знаю через час срочно приехать прилететь да там имея ввиду что наверное ты сорвешься приедешь она не будет вот даже думать об этом не то что планировать до самой той минуты когда я ей позвоню и скажу что так давай все прямо сейчас быстро собирайся прилетай тогда она да и то пока у нее не будет на руках билет пока она не будет знать точной даты ничего она собирать не будет ничего планировать не будет будет жить той жизнью какая у нее вот именно сейчас мне вот наоборот я считаю что лучше сразу все продумать все ходы выходы планы вещи и так далее вот пишите как вам все-таки немножко залезла за край конечно это далеко от шедевра но как я уже сказала да наверное она была лучше маркер ну да ладно может быть рискну еще раз потом пройдусь раскрашу более чтоб ровно было или маркер возьму сверху спиртовым может еще раз не знаю пока думаю пока не знаю кстати хороший фломастер берлинга смотрите черного нет то есть я черным красила вот они все он даже не просвечивает достаточно хороший маркер ну вот так получилось немножко с вами поболтала немножко отвлеклась от своих каких-то проблем насущных буду красить теперь выбирать кота спасибо что были со мной что посмотрели пишите комментарии давайте поболтаем подписывайтесь кому понравилось ставьте лайки ну и всем хорошего настроения пока 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 пока